Дмитрий Боченко Еще в межсезонье остается не количество гостей, а их желание вернуться и оставить об отдыхе положительные отзывы. Это в первую очередь такая, как есть выражение, отдающая работа, когда есть возможность делать что-то приятное для людей и тут же получать отдачу. И, как правило, это позитив, потому что мы искренне очень стараемся с коллегами. И это, наверное, главное в нашей работе. Подготовка к зиме в гостиницах здравницы началась с приходом холодов. Летние кафе и террасы уже демонтировали. Теперь проверяют систему отопления, другие коммуникации наводят порядок на территориях. Море солнца и чистые пляжи. Вот почему туристы для отдыха выбирают Евпаторию. В так называемый тихий сезон эти развлечения недоступны, поэтому поддерживать заполняемость гостиниц приходится другими способами. Например, развивать событийный туризм. Олеся Куща, ательер со стажем, всю жизнь работает в Крыму. Говорит, привлекать туристов в межсезонье задача не из легких, но за годы практики предпочтения гостей знает. Как многие любят называть его тихий сезон, я его называю сезоном оздоровления. У нас достаточно большое количество программ, таких как детокс, голодание новые, востребованные модные тенденции. Также сама программа выходного дня, это рассчитано на наших крымских людей. Также сама Краснодарский край очень часто пользуется этими предложениями. В Евпатории работает 155 коллективных средств размещения. 46 из них – пансионаты и санатории. В зимний период больше половины закрывают. Туристические фирмы также ищут альтернативные способы привлечь клиентов. Евпатория как-то мало располагает к отдыху в зимний период. В осенний неплохо работает. Если говорить в процентном отношении, то это примерно получается 10-15 процентов, наверное, от загруженности летнего сезона. Перезимовать и получить доход в курортном городе, который зарабатывает в сезон, могут только крупные санатории и гостиницы. С приходом холодов в здравнице остается работать только 25 средств размещения. И каждый, предлагая лучший сервис, готов бороться за своего клиента. Анастасия Крапивина, Евгений Ефимов, Новости 24, Евпатория.